Всем привет! Такое впечатление, что я уже, не знаю, месяц с вами не общалась. На самом деле, давно не снимала видео. Вы регулярно их смотрели, но последний раз я снимала, я не помню, по-моему, в середине декабря, а уже начало января, сегодня 6 января. С Новым годом! Как вы провели этот Новый год? Как его встретили? Как он у вас начался? Обязательно расскажите мне внизу. У меня, откровенно говоря, это был, наверное, худший Новый год из всех вообще, которые я помню, потому что, к сожалению, на этот Новый год мы с Никитой очень сильно заболели. Причем не просто там какой-то насморк и все, а высокая температура, всякие ознобы, трусила, короче говоря, сил вообще не было. И этот Новый год я встретила, можно сказать, в кровати вообще. Абсолютно никак. И да, в общем-то, самое худшее, что можно только придумать. И это чуть ли не единственный Новый год, который мы вообще, наверное, даже не встречали. 30-го числа после обеда мы вернулись в Одессу. Мы, кстати, ездили до этого на свадьбу моего брата. Там прошло все классно, свадьба была классной, в общем-то, хорошо мы там провели время. Но когда пришло время возвращаться, Никита первый заболел, и еще там он заболел, когда мы были там. Но он решил, что надо ехать, чтобы Новый год встречать уже здесь. И как только мы приехали, 30-го числа после обеда мы приехали, и как только я вообще увидела знак Одесса, мне сразу стало хуже. Ну, вернее, не хуже, мне стало плохо. Первое мое впечатление было, что у меня просто вообще закончились силы. Вот просто у меня их нет. И когда мы пришли домой, мне начало трусить, поднялась температура, и я все тешила себя надеждой, что я еще вот за сутки где-то подлечусь, и 31-го к вечеру буду себя неплохо чувствовать. Но нет, 31-го я себя чувствовала еще хуже. Мы целый день просто тупо провалялись вообще на диване, на кровати, вот так вот по очереди друг другу чай ели-еле там носили со всякими таблетками. И я думала, может, хотя бы какую-то оливьешку сделаю, при том, что к нам еще приехал в гости Никитин брат, и у него Новый год вообще еще хуже был, потому что если мы болеем, то еще хотя бы понятно, почему мы валяемся, и нам ничего не хочется. А он приехал, чтобы наоборот как-то повеселиться, классно провести время, и тут такие два трупа валяются, вообще ничего никто не хочет. Короче, до оливьешки у меня не дошло. Но максимум, на что я спромоглась, это в полдвенадцатого я достала икру, намазала пару бутербродов маслом сверху икру, достали мы шампанское, и мы с Никитой чокались под бой курантов, чаем со смородиной, а Никитин брат выпил шампанского немножко. Вот такой вот у нас, в общем-то, был Новый год. Но я, кстати, не верю во все эти бредни, что как встретишь Новый год, так его и проведу ложь. Позапрошлый Новый год у нас тоже был вообще просто вынос мозга, потому что, вы, наверное, не знаете, позапрошлый Новый год здесь, в Одессе, случился казус. Очень-очень сильно завалило снегом, где-то, ну, наверное, под метр снега было. И здесь вообще все остановилось. Вот просто все остановилось. Люди побросали машины на дорогах, вообще ничего не ездила, даже не ходила. Даже не то, что не ездила, не ходила, потому что просто нельзя было пройти. И, ко всему прочему, в полдвенадцатого, по-моему, нет, где-то в одиннадцать вечера отключили электричество. Никита еще застрял в лифте вообще, он умудрился, классно. Его, слава богу, достали оттуда. Но нам пришлось в экстренном режиме ехать куда-нибудь. А куда-нибудь это к бабушке моей мы поехали, и там встречали Новый год. Ну, короче говоря, такой себе тоже Новый год был. Ну, нельзя сказать, что плохой, но я думала, что это плохой Новый год. Но этот, это вообще. Так, к чему я, собственно, клонила, что, хотя мы так вообще никак встретили позапрошлый Новый год, прошлый год, 2015-й, при этом был очень классным. Вообще, вот, наверное, одним из лучших годов за все время. Поэтому я не верю в эту чушь, что как встретишь, так и проведешь. Я уверена, что в этом году будет очень много всего классного. Возможно, что-то будет плохое, но от этого никак не застрахуешься. И какое-то особое проведение Нового года тебя в любом случае от этого никак не застрахует. Завтра у нас уже Рождество. Сегодня должен быть праздничный ужин постный. И я себя чувствую наконец-то достаточно хорошо для того, чтобы хотя бы хоть что-то приготовить. Конечно, я не буду наготавливать 12 блюд, как по классике, но парочку, я думаю, сделаю. Я уже сегодня начала вот с печенек. Это тоже диетические печеньки. Я, кстати, ну как диетические, из правильного питания. Я продолжаю питаться правильно. И, кстати, на следующий день после того, как я заболела, 31-го, я весила 56,5. Я вообще в шоке была. У меня, видимо, организм был жутко обезвоженный, может быть, какая-то усталость. Из-за этого я уезжала, я была 58. А приехала, при том, что я на свадьбе кушала не слишком уж ппшную еду. И вообще мама меня там не сильно ппшной едой кормила. Просто никому дела не было. Была настолько суматоха какая-то, большая за свадьбу, что никому там дела до моего пп не было вообще. Поэтому кормили меня, как обычно. И я уже там думаю, ладно, уже не буду там поднимать какую-то шумиху. Что дают, то и кушаю. И я думала, что я так килограмм добрый точно набрала. Но я взвесила, я в шоке была. И вот реально уже такой шок, знаете, страшный шок. Потому что я там кушала очень хорошо. А потом я еще приехала сюда и взвесилась. Еще там на 2 килограмма меньше получается весила. Короче говоря, я аж испугалась. Но потом через день, через два я уже начала нормально питаться. Более-менее себя там нормально чувствовала. И вес вернулся к 57. Вот сейчас 57,2 кому-то что-то такое. Ну, то есть то, что было перед тем, как вообще я уехала даже с Одессы. Сегодня я, кстати, тоже наконец-то отредактировала видео. У меня для этого тоже появились силы. Я отредактировала видео. И сегодня в 5 часов вечера оно откроется у меня на канале. И вот сейчас я еще тоже хочу отредактировать видео со свадьбой своего брата. Потому что я у них там была такой видеооператор. Они меня не просили, но я решила, почему бы и нет. Почему бы не заснять видео им на память. Не смонтировать что-то интересное. Тем более, что я все равно этим занимаюсь. Как бы, почему бы и нет. Он на моей свадьбе очень много фотографировал. И очень много классных фотографий. Как раз-таки пришло не от фотографа нашего, а именно от моего брата. Он классно постарался, конечно. Ну, и я вот решила тем же ему ответить. Вот вам такая небольшая превьюшка. Я еще вообще ничего не сделала. Ну, в общем-то, да. Вот мой брат с его женой уже теперешней. И, да, достаточно много у меня тут видео для работы. В общем-то, поэтому буду сейчас приступать это делать. Семик все эти дни вообще тут в шоке просто был. От того, что его никто не любит. Никто на него внимания не обращает. Он такой весь несчастный был. Да. Кстати, у нас тоже в этом году очень сильно завалило снегом. Конечно, не было такого коллапса, как в прошлом году. Но вчера, кстати, все перепугались, что опять будет то же самое. И многих даже, я знаю, с работы отпустили раньше, чтобы они как можно быстрее добрались домой. Потому что, опять-таки, в прошлом году многие застряли даже на пару дней на работе. И жили просто на работе. Поэтому, да, вот такие вот у нас казусы. Сейчас такая погода, знаете, мертвая. Потому что снега много достаточно. Но он уже перемешался с грязью. И такое что-то белое, серое, непонятно что. То, короче, крещенскими морозами тоже не назовешь. Какое-то такое, знаете, ни туда, ни сюда, в общем-то. Я пока еще, кстати, не выходила. А, нет, вру. Я вчера первый раз выходила из дома. И думаю, если встречу женщину, плохой будет год. Если встречу мужчину, значит, будет хороший. И открываются двери лифта. Там стоит женщина с ребенком, с мужчиной. Ну, почти, наверное, что-то средненькое будет. Целый день прошел. У меня такое впечатление, что я только занималась тем, что редактировала видео сегодня. Зато я закончила видео для своего брата свадебное. И получилось оно, я бы сказала, даже лучше, чем я могла ожидать. Очень неплохо у меня получилось смонтировать. У меня в конце появилась такая идея. Я там во время свадьбы ко всем гостям подходила с микрофоном и просила, чтобы они что-то пожелали как бы молодым. И вот эти вот пожелания, вот чисто вот аудио, эту дорожку, я разбила на разные пожелания. И в течение этого видео как бы я их вставляла там, ну, то есть идет музычка, потом музычка затихает, идет пожелание, потом опять музычка, потом пожелание. Ну, короче говоря, мне очень понравилось, как я сделала. Вот, вам немножко покажу. Вот это их танец свадебный. Жизнь прожить не поле перейти. Самое главное, чтобы вы были любовниками, мужем и женой. Но самое главное, чтобы вы были друзьями. Если дружба сохранится на протяжении всей этой вашей жизни, у вас будет счастливая жизнь. Я этого вам желаю. А это я. В общем-то, да, видос закончила. Фух, слава богу, потому что я хотела его сделать как можно быстрее, но здоровье явно не позволяло мне побыстрее его закончить. И вот только вот сегодня первый день, так нормально себя чувствую для этого. А сейчас буду передвигаться на кухню, потому что уже 6 часов вечера. У меня вообще еще ничего не готово. Я сегодня запланировала цветную капусту с картофелем в индийских специях. Я вообще в последнее время как-то бешено подсела просто на какие-то именно восточные специи. Вот карри мне очень хотелось в последнее время. Все, что связано с, я не знаю, куркумой, зирой, я не знаю, имбирем. Мне это все настолько в последнее время нравится. Не знаю, что меня так потянуло на эту кухню. Вот. Я посмотрела рецепт. Мне понравился. Цветная капуста с картофелем в индийских специях. Довольно интересно должно быть. Так как мне снова сегодня ничего нельзя, то да, это такое вот как бы постное блюдо получается. И довольно неплохо. Еще какой-то салатик надо сделать. Может мне волос мешает. У меня какой-то вообще пушок. Какой одуванчик. Да. В общем-то, ладно, буду передвигаться на кухню. Процесс запущен. Там у меня картошка с цветной капустой. И здесь я отдельно еще сделала лук с имбирем, с чесноком и со специями, и острыми специями тоже. Это все буду обжаривать. И потом, когда она обжарится, еще вот это вот добавлю. И буду это вместе все тушить еще с большими специями. Моя картошечка сейчас готовится. Мне сложно даже передать вообще, какие ароматы тут идут. Супер. Я даже со своим забитым носом и то чувствую. Итак, наш мини, даже микро скорее, праздничный стол готов. Салатик. Я немножко спалила гренки, но ничего страшного. И вот это картошечка. Поздравишь, ребят, с наступающим Рождеством. Да, конечно, ребята. Будьте здоровы. Я им рассказала нашу тривиальную историю, как мы больные встречали Новый год. Ага, да. Это был очень тяжелый период. Так вот, желаю вам здоровья. Побольше любви, хорошего настроения. Чтобы в этом году вообще все получалось. За шепот не брались. Все было замечательно. И... Чтоб всегда было и на столе, и в желудке. И все было хорошо. Вот и подошел к концу сегодняшний день. Я надеюсь, что вам это видео понравилось. Для меня оно было таким, знаете, стартом в 2016 год. Чтобы немножко с камерой разговариваться. И дальше, я уверена, еще немножко подлечусь и буду снимать еще больше для вас видео. Поставьте лайк мне, если оно вам понравилось. Подпишитесь на мой канал. И мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока. Это моя интерпретация макияжа, который бы я сделала, вот если бы мне нужно было идти на какое-то важное событие. Или если бы у меня был какой-то праздник, куда надо было бы сделать какой-то красивый макияж. И мне кажется, что это довольно логично. Поэтому, если вам интересно посмотреть, что было для меня открытием в этом году. И что стало быстро моими фаворитами. То, конечно же, продолжайте смотреть.